Привет, привет, как дела? Привет, привет, хорошо, ты как? Что делаешь? Да ничего, на работе сидим скучно, никого нету. После пандемии, короче, после третьей волны, вообще люди, которые не знают, куда делись. Тебя как зовут? Гор? Ты что? Гор зовут, дорогой, Гор, Гор. Гор. А в каком городе живёшь, Гор? Москва. Гор, а вот эти лайфы, прямые эфиры, как часто выигрываешь на них? Я смотрю, ты прям с утра уже три-четыре батла сделал. А батла? Ну, по-разному. По-разному. Смотрю, кто как поддерживает. По-разному. Это от количества подписчиков зависит? Нет, нет, нет. Это больше всего подарок. Нет, ну, если количество, например, допустим, если было бы, например, тысяча человек, да? По-любому это... По лайкам можешь это выиграть. А что, ты не играешь, что ли? Ты хочешь батл сыграть? Нет, у меня народ нету, никак у тебя. Ну да, поэтому это будет нечестно. Это всё равно, что я сейчас выйду с Гуара 50 играть в батл. Там, знаешь, шансов будет. Шансов будет вообще ноль, да? Ну ладно, просто так, просто так принимай. Просто. Ну да, это... Хорошо, хорошо. Пускай идёт. Мы всё равно разговариваем. Скажи, а вообще как относишься к тому, что вот между Азербайджаном и Арменией конфликт? Он когда-нибудь закончится вообще? Или мы так вечно будем грязать? Закончится, и всё будет нормально. Всё будет нормально. Я, если честно, не политикист, поверь. Я такой человек. Я вообще политика не люблю. У меня и друзья тоже есть азербайджанцы. Я отношусь к нормальностям. Нет плохих наций, есть плохие люди. Так что я общаюсь нормально. Нет у меня никаких это... Если бы были такие адекватные люди, было бы большое счастье, наверное. Я вообще за то, чтобы мы начали какой-то... Я, если честно, я политика не люблю, брат. Я вообще политика не люблю, честно. Вот. Начинаю спориться там. А вот расскажи лучше... Спасибо. Расскажи лучше про товары в магазине. Что там у тебя. У тебя магазин, да, свой? Да, да, да. Короче, это... Ну, женский здесь. Показайся? Давай покажу. Да, да, почему нет, конечно. Ты хочешь Льюис Витон показать? Не, да, да. Льюис Витон тоже покажи. И так покажи. Ага. Льва, спасибо за подавлений. Ну вот, вот посмотри. Допустим, вот эта сумка сколько стоит у вас оригинал? Оригинал Ивсен Лоран, ну, примерно стоит 2,5-3 тысячи евро. Это Ивсен Лоран. Это сколько выходит по-российски? Сколько по деньгам выходит? Ну, наверное, я не знаю. Наверное, тысячи, я не знаю. 3 тысячи евро, ну, наверное, 300 тысяч. О, ну да, ну стоит. А вот подделка только, вот, ну, подделка 12500. Ну, подделка. Ее закупы даже дорого, дорогие. Ну, наверное, это кожаная подделка. Я знаю, что за что. Я за то, что все-таки больше оригинал. Например, лучше, вот 120, а 1250 это сколько делает? Долларов, наверное, 30-40, правильно? Лучше какой-то там купить средний бренд, ну, оригинал, да? Что-то за 67 евро. Нет, ну, знаешь, Ивсен Лоран это статус. Если у тебя сумочка Ивсен Лоран, и ты выходишь из такси, я не знаю, там, Приуса, все уже понимают, что это не все. Это статусная вещь. Это все равно, что я сейчас завтра себе куплю, извини меня, Бентли, но при этом я буду там ходить в спортивной форме, я не знаю. Я понимаю, это ты можешь себе поздравлять, это ты можешь себе купить, это Бентли, понимаешь? Может, я себе куплю. Ну, здесь больше всего, знаешь, люди есть, которые, ну, говорю, например, допустим, сумка стоит, например, 4 тысяч, о, сразу дорого, даже, ну, не успеваешь, разговор сразу бежит, сразу побежает туда, короче. Просто горы интереса. Из магазина проигрывает. Девушек, которые вот покупают, там, не знаю, за 50 долларов сумку Шанель, и все вокруг понимают, что это же не Шанель, это как бы, ну, фейк. Проще же за 50 долларов купить какой-то простой бренд, там, Zara, что-нибудь, да, не знаю, там, тысячи этих всяких средних, да, Бершка, там, не знаю, что-то, и знать, что это вот просто сумочка, чем вот я купила Шанель и иду из меня в 145-й автобус. Я не знаю, для чего это делается. Я понимаю, что это продвигает бизнес, но когда у тебя фейк, и ты выставляешь... Ну, да, некоторые, я знаю даже богатых людей, миллионеров, которые из трех сумочек две покупают фейки. Все равно они говорят, мы же богатые, все равно все знают, что миллионеры. Все равно, слушай, раз, не, не, раз, слушай, не, не, они покупают дешевые, да, они же, люди знают, что он богатый, значит, у него оригинал. Раз богатый, значит, у него оригинал. Это не такое-то ощущение, ну. Какой, как может быть, чтобы она купила бы подделку, да? Не может быть такого. Значит, еще А-класс подделки, это сейчас новые темы вышли, это называется реплика, это называется, например, подделка оригинал А-класса, ну, вот эти моменты, да. Ну, честно, ну, я тебе честно скажу, я предпочитаю сумочку у женщины без названия, без бренда, там, чтобы на нем не было написано, что это, я не знаю, да, там, например, да, там, Джимми Чу, или, например, это, там, не знаю, Прада. Без этого всего пускай будет. Вот некоторые даже умудряются за 30 долларов, я не знаю, какую-то совершенно, да, до Баленсиагу покупать. Вот, допустим, убрали, просто сумочка без названия. Вот, посмотри, допустим, я в Турцию летаю, вот турецкие сумки, да, вот турецкие сумки, они офигенные. Я сам в Турцию летал, именно в Турцию, да, вот возил там сумки. И вот смотрю, вот из Москвы, которые я покупаю сумку, и турецкие сумки, они конкретно разницу дают. Прямо конкретно разница. И вот, поверь, хорошо, еще лучше покупает, еще лучше покупает, да, чем это, ну, такие китайские. А, Гор, ты, Гор, ты часто ездишь в Турцию? Ты часто в Турцию сам ездишь за товаром? Да, сейчас не часто, потому что сейчас кризис, как бы, невозможно туда, ну, больше всего заказываем. Спасибо за бабочек, спасибо. Больше всего заказываем, они нам отправляют. А турки тебя отправляют? А ты гражданин, ты гражданин России и Армении, или только Россия? Нет, не только Россия. А вот твои друзья, у тебя, у тебя армян много, наверное, друзей, правильно? Ну, конечно, но я же армянин. А никто не говорит, зачем ты вообще турецкие сумки продаешь, ездишь в Турцию за товаром, заказываешь... Да, это мой бизнес. Кто умеет право диктовать, что мне? Это свой бизнес. Кто может? Даже ты не сможешь сказать, знаешь, не вези российские, не вези... Это мой бизнес. Никто не имеет права диктова, чем мы. Это, я вот, честно говоря, я даже знаю многих армян, которые ездят в Турцию, в Анталию, в Бодрум, летом отдыхать. Это личное дело каждого. Вот это личное дело. Конечно, у меня вот женский отец тоже есть. Турецкая, да? У меня все турецкие. Ну, честно говоря, давай признаем, что турецкий текстиль, это идея. Реальная вещь, он качественнее китайского. Давай признаем это. Лучше, да, китайского? Не, не, турецкие товары, они качественнее, стопудоб. Да, они реально крутые. Потому что, вот, я очень много турецкой одежды одеваю, мне нравится, вот, вот, простая вещь, там, покупаешь, там, за 20-30 долларов, там, очень качественные, какой-то костюмы, просто ты носишь, он, китайский, не такой. Нет, ты знаешь... Знаешь, мне пока... Нет, ну, есть пабрышники, Китай, тоже, как бы, есть такие пабрышники, да, что они нормальные. Пабрышники, Китай, тоже... Из-за того, что Китай далеко, иногда, да. А, ну, турки просто, вот, ты знаешь, Турция... Да, 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 здесь вот пишут, просто турецкие сумки дороже, чем Китай, ну, это понятно. Турецкие сумки качественнее, давай это признаем. Давай это признаем. Есть, есть, есть. А в каком городе был в Турции гор? В каком городе был в Турции? Сейчас, подожди, я забыл, прикинь. Стамбул, Анкара, Анталия. Измирь. И Стамбул, Истамбул. И Стамбул. А, в Стамбуле был, круто, большой город. А, они больше всего, все оттуда. Да, 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 раньше Константинополь был, это раньше. В Константинополь был византийский город. Вот у меня вот турецкий калач. Да, турецкие одежды, я сам люблю. Я тебе сейчас, сейчас я тебе турецкий калач покажу. Вот это турецкий калач, вот. Калач, это на армянском клаче, это что? Это сумка или что это? Сумка, ну, вечерняя сумка. А калач это положи на турецкий калач. А, весельный калач. Сейчас, подожди, покажите. А у тебя какая фамилия, Гор? Гор. Ой, красота какая. Красота. Продаем, две с половиной надо. Турецкая сумочка, две с половиной тысячи рублей, правильно? Это в евро сколько делает? Это сколько? Это 25. Это калач где-то около тысячи купил я. Тысячу рублей купил, но две с половиной продают. А, то есть ты купил эту турецкую сумочку, грубо говоря, в пересчете на теле, турецкие деньги за тысячу, за тысячу рублей, продаешь за два пятьсот, да, правильно? Ну да, ты ее должен привезти, растаможить, ты ее должен забрать, это целое дело. И она при всем охотится тебе тысячу, или чистыми только купить ее стоит тысяча? Нет, допустим, тысяча рублей за купом стоит. За куп стоит тысяча рублей, и это был один-в-один продаем. Ну там скидочка еще. Клево. То есть ты сто процентов сверху кладешь, правильно, примерно? Ну, по-любому, конечно, сто процентов, а что мне, зачем просто так это купить? А вот если, Гор, вот эти сумочки лежат, ничего не продается, что с ними делать? Потом есть варианты как-то поменять, или ты делаешь скидки, чтобы распродать все? Нет, скидку, чтобы распродать все. Спасибо за подарочки. Не-не, чтобы распродать все. Ну, почему? Гор, а какая у тебя фамилия? Гор, какая у тебя фамилия? АВАЯН АВАЯН, а у меня РАЗМОВАР РАЗМОВАР Кямра, РАЗМОВАР, Гор, АВАЯН Круто Скажи, а какие еще товары продаются? В смысле, какой товар еще продается? Ну вот какие еще? Вот сумочки, понятно Сейчас ничего не продается Сейчас ничего не продается Сейчас кризис конкретно А как ты вытаскиваешь аренду, налоги, как платишь, если у тебя что-то А вот все лежит, как ты вот это, как ты крутишь, старые запасы тратишь? В данный момент, в данный момент, да, вот я тебе сейчас скажу Я сейчас в данный момент скажу, что мы только работаем для аренды Вот только продаем и аренду Офигеть Вот что вот по тихо Нет, потому что сейчас тяжело, вообще тяжело Сейчас везде тяжело И оптовики тоже жалуются А почему не хочешь себе инстаграм-аккаунт открыть, например, как Дмитрий Солдатов Или тикток-аккаунт И начинать вот просто делать интересные видео Типа смотрите, вот эта сумочка там, например, Луи Вито французская Это там из Бешикташа, там турецкая сумочка Посмотрите, они одинаковые Луи Вито стоит 3000 евро И из Истамбула, например, сумочка стоит 30 евро Выбирать вам Сделай такой контент И знаешь, как пойдут сумочки Делай интересные видео Потраться чуть-чуть на рекламу Создай инстаграм-аккаунт Вот эти там, вот скажи, что я, Гор, продаю там, например, какие-то сумочки Ты показывай разные бренды Ты говори, зачем платить Да не помогает, брат, поверь, не помогает сейчас это все Поверь, помогает Я, честно, вот ты мне можешь прислать турецкие сумочки Свои фотографии, Гор Вот у меня около 270 миллионов просмотров, да, везде, да То есть пришли мне фотографии своих турецких сумочек Скажи вот это оттуда, оттуда, отсюда Я этого всего даже у себя сделаю рекламу Бесплатно Лишь бы, понимаешь, когда турецкие товары продаются Для меня это праздник души Мне не важно, где они продаются В России, в Армении Где бы ни продавался турецкий товар Для меня это счастье, понимаешь? Я готов продвигать у себя турецкий товар, который ты продаешь Мне без разницы какой-то национальности Это твои люди Ты, главное, бизнесмен Все, я готов тебя поддержать в этом И бесплатно рекламировать эти товары Без проблем Лишь бы у тебя дела шли и наши товары продавались Понимаешь? Да Понимаю Ну, посмотрим Подумай, это хороший пиар на будущее Конечно Ну что, ты выиграл, по-моему, одну игру, да? Да Хорошо же Один ты выиграл, один я выиграл Одну выиграл, ты, а две я Да, видишь? Все честно Все честно и замечательно Да Ты почему запечалился в конце? Что случилось? Почему ты запечалился? Да нет, почему? Просто здесь много пишут Я не успеваю читать Я туда смотрю А, ну я представляю, что пишут Наверное, поздравляю с тем, что ты вышел со мной в эфир И выиграл во втором матче Я вообще хочу, чтобы ты во первом тоже выиграл Я только за, честно Да, это все ерунда Это сволище игра Ну принимай, принимай Одну раз тоже тебя выиграл Мы прощаемся Потом пообщаемся Хорошо Третья игра, друзья Финальная Зато уже у меня сто человек смотрят Представляешь? Мне еще не было такого Видишь У тебя рекорд, Гор Наслаждайся Наслаждайся Привет, Ген Привет А, Гор, скажи мне Да-да, слушаю Самый максимальный оборот Оборот какой бывает Вот за 10 Сколько сумочек можно продать Вот рекорд, например Там на Новый год 8 марта Вот затем вот продал Сейчас, 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 сейчас данный момент Вот Ну где-то лет Два года назад День 30-40 сумка Перед Новым 25-го числа до, например, 31-го, да? День 30-40 сумок по-любому продаем И кошельки еще 10-15 день Это два года назад Три года назад А сейчас даже один Один продаем Нету народа Я не знаю в этом году А вот из этих сумок Гор Из этих сумок 30-40, которые ты продавал Да, как до пандемии Сколько были турецкие Сколько было российские Сколько было китайские Если разделить их вот Из этого товара Ладно, так не могу сказать тебе Не могу сказать Ну примерно вот Я не могу так сказать Да я не помню даже Не могу сказать А можно сказать Что вот тут турецкий товар Самый основной у тебя Вообще в магазине Можно так сказать Что он самый продаваемый Ну да Они продаются Они продаются, конечно Они хорошо продаются Не спорю Это приятно Ребята, это ведь что? Ругайтесь Это ведь что? Что вы здесь пишите? Я не понимаю Есть Спасибо Спасибо Нет, это бизнес, ребята Я знаю, что в Армении Очень много турецких джинсов продается Турецкой одежды продается Очень много Здесь пишут, короче, что-то видео записываешь, да? Нет, я не записываю видео Баттл невозможно записать Я просто с тобой играю И у нас один-один счет Нет, ребят Баттл же не пишется Ты думаешь, кому-то интересно, что Армении продают турецкие сумочки? Я тебя умоляю Ты же, блин, не беспилотники продаешь Это нормально Вся Армения, все армяне продают что-то турецкое Это нормально У турков тоже, наверное, что-то есть армянское Что они могут продать Я не знаю, правда, что Может Я не знаю Это бизнес Люди хотят жить Хотят продавать Хотят зарабатывать Хотят содержать семью Никому война, конфликт уже не нужны Понимаешь? Сейчас люди хотят жить ради будущего Согласен со мной? Конечно, конечно Всем нужно будущее Эти вот эти разговоры Ай, там что-то брошу Ай, я выиграю Ай, я победю Ай, давай я это сделаю Это не работает Сейчас совсем другие времена Вот и все Согласись? А какое желание было бы Если бы ты сейчас выиграл Гор Какое, какое желание Человек Приличное Ну вот Когда выигрывали батл Загадывай желание Например, я не знаю Например, 10% скидки на сумку Завтра я приеду в Москву Окей, вот я приеду в Москву Покупать у тебя вот эту сумку Да, и в Сен-Лоран Да сколько ты мне продажешь? Сколько желаний? 50 жажды народу Ну реально, у меня Такой гость бесплатный Да, если никого нету Кому давайте А? Желание, что у меня сейчас Попрут торгует Людей зайдет Кому? Да кому продавать? Народу нету То есть, если я приду к тебе В магазин Москву Ты мне подаришь эту сумку И в Сен-Лоран Красную Которую Или ты мне ее продашь На два раза Со скидки За тысячу рублей Нет, два раза больше Братан 12500 стоит за За 200000 Нет, скидочку делаю Скидочку делаю Приходи Это будет исторический момент Арменин продает Азербайджанцев В два раза дороже Турецкую сумочку Это взорвет У мозга всех У всех будет Просто взрыв мозга Ага Как? И все будут довольны Главное Заработают турки Заработаешь ты И я заработаю Думать буду Блин Как же это круто Я купил оригинал сумочку Хотя она сделана в Стамбуле Ага Дор Я тебе желаю Чтобы тебе много сумок продавалось Спасибо, спасибо Удачи тебе Знаешь, Гор У кого была самая первая сумка на земле? Знаешь, чья сумка была самая первая? Я тебе скажу Если тебя спросят Ну как ты Вот самая первая сумка Чья была? Не турецкая Не испанская Чья была первая сумка В мире? Я не знаю Знаешь, чья? Если тебя спросят Самая первая сумочка Была у самки Кенгуру А я не знаю Я не знал Самка кенгуру Это животное, которое Ребенка носит сумочки У кенгуру в животе сумка И первая женская сумочка Была у кенгуру Чтоб ты понимал Окей? Хорошо Окей, окей Давай Пока Давай, увидимся Давай Увидимся Это было очень оригинально Друзья мои Я вам скажу Салам-салам Калифорния Спасибо Спасибо Вот мы увидели Армянина, который продает турецкие сумочки Круто Почему нет? Приятно даже Нормальный человек живет Делает бизнес Увидимся Продолжение следует...